Покупайте компьютерные игры на steamaccount.ru Здесь лучшая цена и моментальная доставка, широкий ассортимент и ежедневные конкурсы. Официальные игры и гарантия 100%. Steam Account работает с 2010 года. Один из немногих по-настоящему надежных магазинов. Ссылочки под видео. Привет! Как ты уже понял из названия, в данном ролике я отвечу на один из самых часто задаваемых вопросов, на которые новички и люди без возможности купить все приключения не могут найти ответ, поэтому задают этот вопрос везде и в огромном количестве. Так вот, какое приключение покупать? Для начала, я думаю, стоит обозначить, сколько карт какого приключения сейчас находятся в мете или даже являются обязательными. Играбельные карты. Начнем с Черной горы. На данный момент играбельными в рейтинговом режиме являются приблизительно эти 11 карт. Теперь перейдем к леги исследователей, которая, в отличие от Черной горы, состоит всего из 4 кварталов. Однако, несмотря на это, я считаю 16 данных карт играбельными в данной мете. Ну и Каражан, вместе со своими 5 крыльями, одно из которых является вступительным и плюс ко всему еще и бесплатным, сейчас дарует нам 21 играбельную и еще раз подчеркну, на мой взгляд, карту, без которых колоды могут потерять достаточный процент винрейта. Что ж, теперь перейдем к очень важному, на мой взгляд, пункту соотношению цена и эффективность. Эту тему уже затрагивал SilverName в одном из видео на своем канале, однако мимо нее я пройти не мог. Для того, чтобы разобрать этот вопрос, нам поможет великая сила математики. Итак, если взять как пример то, что чаще всего игроки предпочитают паки приключениям, а не арене, то сравнивать будем именно с ними. Сначала в золоте, а затем в рублях. Так как в Черной горе 5 крыльев, стоимость в золоте будет больше, чем Лига и Каражан на 700 монет. Теперь давайте сравним, однако не будем конкретно углубляться и подсчитывать каждую пылинку, а просто прикинем, насколько высок шанс того, что за 35 паков вам выпадет 5 легендарок. За основу я взял статистику с сайта HearthstoneGamepedia.com. Из открытия Крифарианом 450 паков прибамбаска уже после фикса шанса выпадения карт группировок. До фикса они выпадали суперчасто. Так вот, шанс выпадения и легендарный, и золотой легендарный карт составил 1,11%. Таким образом, нехитрыми вычислениями мы получаем, что с 35 паков шанс выпадения легендарки составляет 38,85%. Что я, кстати, подтвердил, недавно открыв 40 паков на стриме и получив всего одну легендарную карту. Если сравнить этот, даже не 50% шанс со 100% шансом получить 5 легендарок плюс кучу очень полезных карт, ответ очевиден. Покупка приключений станет куда лучшим вложением, нежели покупка паков. Что уж тут говорить о Каражане и Лиге Исследователей. Там за 2800 золота мы получим те же 5 легендарок, которые из 28 паков получить шансы то меньше. Выгода в пыли очевидна. Если же считать выгоду покупки приключений за реальные деньги, тут уже и говорить не о чем. Во внутреннеигровом магазине за 999 рублей вы можете купить Лигу и Каражан, и за 1200 купить Черную Гору, потому что там на одно крыло больше. И, соответственно, за этот же косарь покупается 15 паков, или за 1200 примерно 17-18. Я думаю, сейчас выбор настолько очевиден, что даже шанс выпадения легендарки не буду называть. Ладно. В случае с Лигой или Каражаном 16,65%, а в случае с Черной Горой 19,98%. И дабы полностью добить данную тему, я считаю, нужным затронуть еще один вопрос, который я назвал просто. Вольный формат. Возмутительно огромное количество людей кричат, что не нужно покупать приключения, потому что они выходят в вольный формат. И лучше копить на новые приключения, которые выйдут хрен знает когда. И каждый раз, когда кто-нибудь предлагает в любых целях, будь то улучшение бюджетной колоды или создание какой-нибудь определенной, сразу прибегают и высказывают эту в корне неправильную мысль. Мы уже с вами убедились, как минимум в том, что легендарок будет больше, а, соответственно, и пыли тоже. Тем самым, покупая приключения, которые выйдут из стандартного формата, и в некой степени уже, можно сказать, будут подлежать распылению, потому что в вольный формат играет куда меньшее количество игроков, чем сейчас, вложение средств, будь то реальные деньги или внутриигровое золото, будет отличной конвертацией в пыль. К примеру, в первом крыле Лиги Исследователей за 700 золота мы со 100% вероятностью получаем 740 пыли. Всяко больше, чем абсолютно непредсказуемое количество пыли с 7 паков. И так далее. Однако я хотел бы напомнить, что перед уходом двух приключений, а точнее Черной горы и Лиги Исследователей, важнейшей задачей должна быть покупка как минимум одного крыла каждого из данных приключений. Иначе вы не сможете их купить никаким образом, как это было с Наксрамосом. А вот если вы возьмете хотя бы одно крыло, то у вас будет возможность докупить остальные крылья только за золото в любое удобное вам время. Что ж, надеюсь я ответил на один из самых частых вопросов и помог вам определиться. Если видео оказалось полезным, а поверь, оно оказалось, ставь ему лайк и беги рассказывать о нем друзьям. А также не забудь подписаться для того, чтобы быть в курсе. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok